Ну, наблюдение приборное, оно, конечно, расширяет в какой-то мере ваши возможности, но не очень сильно, прямо скажем. Потому что буквально на следующую минуту то, что зафиксировал прибор, может уже и измениться в вашем организме. А вот когда вы наблюдаете это с помощью духовного видения или ясного видения, это разные, кстати, формы видения, то у вас появляется дополнительная возможность наблюдать процессы, которые проходят в организме, в их состоянии подвижности, то есть отслеживая векторы их развития. Такой возможности нет у современных врачей. Она была в древности у многих врачей. Это и Гиппократ, клятву которого раньше приносили врачи, сейчас не приносят, Авиценна. Есть еще много имен, которые можно привезти. Ну, конечно, Нострадамус, он тоже был врач. Так вот, ясновидение позволяет видеть процессы, ну, как бы, даже более глубоко, чем их видит прибор. Потому что с помощью сновидения можно видеть и какие-то уже потенциальные формы развития заболевания и формы препятствия этому развитию. То есть вы можете управлять событиями без всяких лекарств или хирургических скальплей. Вот. Но именно этим и обладал Гиппократ и Авиценна. То есть это две формы врачебной деятельности. В древности слово врач-целитель, оно воспринималось не как человек, который вот дает какие-то микстуры, от чего-то лечит, а как учитель. Если бы на таком уровне знаний была современная медицина, а она, кстати, очень многого достигла, но уровня Авиценна и Гиппократа, я думаю, вряд ли кто из современных профессоров достиг и может похвастаться таким списком заболеваний, которые были преодолены этими людьми. Здесь есть о чем задуматься. Если бы врач еще имел ясновидение, а, кстати, на наши занятия приходит много врачей, и некоторые из них уже овладели ясновидением. Вот у нас был врач с очень развитым ясновидением, который объяснял происходящие процессы не только с точки зрения официального медицинского знания, учебников и прочих, а и с точки зрения того, что он наблюдал, и вот эти вот коррекции, вот эти вот поправки были чрезвычайно интересны и важны. Мы их записали, мы будем еще с этим разбираться, потому что там очень много... Это врач-кульмонолог, он говорил много и в том числе о той напасти, которая сейчас мучает мир. Если вы начинаете работать и воспринимать мир на новом уровне понимания, то он к вам не привяжется. Ведь вирус развивается именно за счет тела человека. Если вы его туда запускаете, допускаете. А допускаете вы как? Оставаясь на низких частотах восприятия. Вирус на них работает, вы на них живете. Вот вы друг друга и обрели. Он у вас как пространство своего собственного развития, а вы его как своего не очень желанного подселенца. Этого надо избегать. Ну, ясновидение – это так же, как вот мы сообщат друг друга, видим, или в телевизоре, но только краски другие, то есть там более яркие краски. Вот вы говорите, размыто, темно, там... Вот при ясновидении этого нет. И еще важный момент – там можно регулировать оптическое восприятие, приближая или увеличивая предмет. За счет определенных положений своего зрительного анализатора. То есть можно поворачиваться направо, налево, и предмет будет приближаться, удаляться. То есть можно видеть на таком микроскопическом уровне событие, которое даже электронный микроскоп не даст вам. То есть вот, когда вы достигнете вот такого состояния, это можно говорить о полном уже ясновидении, потому что есть тоже стадии, начальные ясновидения, никогда еще в виде энергии, цветовых пятен все, так сказать, видятся. Потом начинают проявляться какие-то предметы, потом уже начинается нарастать ясность видения. То есть вот как во всем свои стадии. Они зависят от ваших усилий, от вашей работы. Без работы ничего не получится. Этот процесс... И иногда могут даже закрыть ясновидение. Ну, для вашего же блага. То есть вот оно было и вдруг исчезло. Тут надо не роптать, а понимать, что все это делается только для пользы. Учитываются какие-то события или вокруг вас, или внутри вас, что так вам будет пока лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok